Всем привет! В эфире программа Овертайм и сейчас вы узнаете о значимых спортивных событиях в жизни Полевского. В студии Максим Исаенко. Поехали! После летней паузы возобновился чемпионат Свердловской области по футболу. Среди команд первой группы и Северскому Трубнику в первом после перерыва туре пришлось принимать действующего чемпиона и лидера турнирной таблицы Михайловский Жасмин. Игра на стадионе Трут получилась по-настоящему жаркой и насыщенной на события. Подробности в нашем первом на сегодня материале. Играя в первом круге на выезде в Михайловский, Северский Трубник стал первой и пока что единственной командой, которая смогла отобрать очки у действующего чемпиона в нынешнем сезоне. И вот в домашнем туре, принимая Жасмин, Трубники должны были своей игрой показать, готовы ли они на равных биться с лидерами областного чемпионата или ничья на выезде в Михайловский была случайностью. Жасмин с первых минут плотно засел на половине поля Северского Трубника, владея мячом и раскачивая атаки, переводя мяч с одного фланга на другой. Хозяева поля уповали на контратаки, делали забросы вперед в надежде на скоростные возможности Артема Паршукова. И несколько шансов забить полевчане имели. В целом, по опасности моментов по итогам первого тайма у команд равенства, а на табло далеко не унылые нули. Во втором тайме засеверский Трубник дебютировал в нынешнем сезоне Радик Аслямов, вернувшийся в команду после некоторого перерыва. Настроение супер, рад вернуться в команду. Конечно, полгода в другой команде проиграл, сейчас опять вливаться в новый состав. Тяжело будет, но ничего, будем работать. По игре с Жасмин сразу была такая установка, играть вторым номером или соперники так прижали? Да я думаю, что соперники почувствовали, что может сильнее. Но я бы не сказал, что они сильнее. Но все равно Трубник интересно смотрится в этом году. Возвращение Радика получилось на славу. Уже через 19 минут после выхода на поле он сумел отличиться, выведя Трубника вперед 1-0. Хотя открыть счет в матче команды могли несколькими минутами ранее, сначала пенальти был поставлен в ворота хозяев поля, но Алексей Солосин в очередной раз выручил свою команду. А через минуту за игру рукой в своей штрафной уже гости были наказаны 11-метровым. Володя Исраилян пробил хорошо, точно в нижний левый угол, но вратарь гостей сумел отразить удар. После забитого гола пошел открытый футбол и через 3 минуты Трубники, воспользовавшись несогласованностью действий Михайловских защитников и вратаря, сумели увеличить отрыв. Отличился лучший бомбардир команды Артем Паршуков. Хозяева могли снимать все вопросы о победителе, сделав счет 3-0. Но Артем Паршуков не смог из выгоднейшей позиции переиграть вратаря гостей. И тут же, забив за 2 минуты 2 мяча, Жасмин сумел вернуться в игру. Сначала отличился Эдуард Гулиев, а потом Максим Прокопьев. В конце шансы вырвать победу были у обеих команд, но более удачливыми оказались хозяева, которые, не мытьем так катанием, благодаря усилиям Сергея Иткина, все-таки закатили мяч в ворота Жасмина, одержав историческую победу со счетом 3-2. Это самый невероятный матч, наверное, в сезоне. Может быть, самый невероятный матч. Вообще, такого не припомню, если честно. Еще до этого вы не упомянули два незабитых пенальти, которые случились буквально в одну минуту. Эмоции невероятные, пока сложно понять. Могли проиграть, в итоге выиграли. Сложно описать словами. Каково это первой командой быть, которая Жасмин обыграла за два сезона? Мы в этом году еще отобрали нюхачки на выезде. Да на самом деле, такие же три очка. Приятно обыгрывать мастеровитых соперников, мастеровитых игроков. Приятно, что работают какие-то наши мысли тренерские, что игроки их реализуют. Но, по сути, это такие же три очка, как и другие. Лучшим игроком встречи был признан голкипер северского трубника Алексей Солосин. А следующий домашний матч трубники проведут уже в рамках первого матча полуфинала Кубка Свердловской области. 10 августа, когда на стадионе Труд будут принимать Синару из Каменско-Уральского начала 18.00. Вот уже месяц, как стадион Труд открыт для всех желающих заниматься легкой атлетикой. Но далеко не все полевчане знают о такой возможности. Чтобы исправить это недоразумение, мы встретились с директором спортивной школы Полевского городского округа Лилией Гавриловой. И она рассказала, кто и в какое время может посещать спортивный объект. В этом году, конечно, открыли стадион с 7 утра до 9 утра. Это утром. Можно прийти, сделать зарядку, либо побегать. Но единственное, что нельзя там на велосипедах, с лыжными палками, скандинавской ходьбой, на роллерах, на роликах тоже. Ну, прийти просто побегать, гимнастику поделать. Здесь у нас чисто, хорошо, дорожки хорошие. И вечером также с 7, с 19 до 21. То есть пусть жители Полевского городского округа пользуются стадионом, чтобы были здоровы, счастливы, вели здоровый образ жизни. Многие спрашивают, надо как-то предварительно записываться, какую-то заявку оставлять, или просто приходишь и занимаешься? Нет, нет, не надо ничего записываться. У нас двери открыты стадиона, поэтому приходишь и занимаешься. В любой день недели можно, и выходные тоже? В любой день, да, в любой день, 7 дней в неделю, пусть приходят и занимаются. Только беговые дорожки свободные, или можно и футболом тоже позаняться? Нет, беговые, беговые, футболь на поле не предоставляем, ну, потому что за ним надо уход, и могут быть травмы, поэтому отвечать, ну, кто будет, сторож не будет отвечать. У нас пока инструктора нет, но планирую, может быть, на следующий год будет инструктор по спорту здесь у нас на стадионе, и можно будет прийти и поиграть в футбол, и побегать в легкую атлетику. Насколько теперь востребованы дорожки, когда свободный доступ встал? Ну, вот, по моим данным, не очень много людей ходят, но в любом случае там в пределах 10-15 человек ходят, занимаются. Не все сразу, конечно, там кто-то пораньше идет в 7 утра, кто-то поближе к 9, вот, ну, по возможности, по своему самочувствию занимаются. То есть вот так. В другое время, так понимаю, легкоатлеты занимаются? Там легкая атлетика, футболисты, да. Несмотря на летнее межсезонье в футбольной академии «Бомбардир» тренировки не прекращаются. Только они переместились из зала Дворца спорта на открытую площадку лыжной базы физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода. Воспитанники футбольной академии «Бомбардир», а также их родители, уже привыкли, что даже в летнее время занятия не прекращаются. Ребята продолжают поддерживать форму и готовиться к новому сезону на открытом воздухе. И почему на свежем воздухе? Потому что основная польза от этого идет от нашего солнца, которое над нами светит, дает нам витамин D, свежий воздух, который обогащает организм кислородом. И вообще эти занятия кардинально отличаются от тех занятий, которые в зале, потому что именно если взять тренировки, они у нас совершенно другие. Они кардинально направлены на выносливость, на физику. Именно на летних сборах закладывается фундамент на предстоящий сезон. И лыжная база, как место проведения тренировок, выбрана не случайно. Здесь отличная атмосфера. Я думаю, нет ни одного, так скажем, человека в городе Полевском, который бы не любил это место. Потому что здесь вся атмосфера благоволит. У нас на тренировках родители приводят детей, и родители, их ноги сами ведут пробежаться по лесу, по лесной тропинке. Папы ходят на турники, брусья. То есть здесь такая агитация сама собой идет спортивного, оздоровительного образа жизни. Вся семья оздоровлена. Да, в целом, когда они приходят на тренировки, наши родители тоже заняты спортом. И это для меня лично большой плюс. Июнь был прохладным и дождливым, поэтому часто тренировки приходилось проводить в зале Дворца спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода. А вот июль уже выдался по-настоящему теплым, и теперь уже занятия проходят на свежем воздухе. Давайте охлаждаемся. Меня, 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 меня. Всем, 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 хватит. Меня, мне, 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 мне. Тренировки тренировками, но и без соревновательных моментов не обходится ни одно занятие. Упражнения различные, как с мячом, так и без него. Ваша задача стартовать по моему свистку и постараться добежать до финиша первым, выложить все силы. Что следует знать? Необходимо не проворонить старт. Как только свисток, это означает действие, вы должны быть готовы. Первые из колонн должны побежать со всей силы. На тренировках ребята не только постигают азы футбола, но и попутно изучают иностранные языки. Поскольку тренер часто использует английские термины. Таким образом юные футболисты развиваются всесторонне. Дети очень довольны. Всегда с радостью ходим на тренировку. Ждем, можно сказать, каждую тренировку. Второй год занимаемся уже. Не против, что летом? Нет, летом наоборот лучше, чем в зале. Даже свежий воздух и обстановка сама. Летние тренировки, они особенно интересны моему ребенку и остальным детям. В связи с тем, что Алексей Юрьевич им дает больше физической нагрузки, чтобы они были более выносливыми. И я вижу просто по ребенку, какие у него успехи. Во-первых, в футболе это игра в команде, они учатся. А также, насколько он выносливый. Традиционно новый сезон футбольной академии «Бомбардир», равно как и набор ребят 2019 года рождения, начнется в сентябре. А пока юные футболисты совмещают приятное с полезным. Летний отдых с занятием любимым футболом. Летние тренировки как тебе? Больше нравятся, чем зимние? Да и те, и те нравятся. Главное, чтобы тренировки были. Летом с удовольствием ходишь? Да, летом я даже на велосипед сюда приезжаю. Какое любимое упражнение? Мое любимое упражнение – это вот эти вот прыжки, умные прыжки. Где там надо левое, правое, две. Еще мне очень нравится играть в футбол. На какой позиции хочешь играть? Да на любой могу. У мото-кроссменов и мото-фристайлеров, в отличие от представителей многих других видов спорта, лето – это самая жаркая пора в плане насыщенности соревнованиями. Отдыхать и скучать некогда практически каждые выходные проходят различные старты. Полевские мотогонщики в постоянных разъездах. И уже сейчас им есть чем похвастать. Дома не сидим, каждые выходные соревнования. Сейчас немножко подутихло. В этом году решили немножко сменить формат соревнований. Поехали все этапы суперкросс. Первый этап был в Каменск-Уральске, второй был в Магнитогорске. Третий этап был в Туле. Сейчас должен был быть в Москве, но его отменили, я не знаю, по техническим причинам организаторов. И перенесли финал в Питер. По этим этапам есть кого отметить. Наши ребята неплохо выступают. Почти на подиуме. Надеемся на финал, чтобы запрыгнуть на подиум. Можно отметить Ширяев Кирилл, там у нас четвертый идет по всем этапам. Зюзев Глеб пятым идет. Ну, это, так скажем, взрослые ребята. В классе 65 можно отметить у нас Карамыслов Константин. Он на Урфо третье место занял на первенстве. Вот, сейчас ждем финал, конец сентября. Ну, параллельно вот гоняем фристайл еще успеваем. Про фристайл расскажи, да, в Мурманске были, что там проходило, как выступили? Понравилось, не понравилось? Да, это было очень зрелищное такое массовое шоу. Приехали сильнейшие спортсмены России. От нас из Полевского ездили три спортсмена. Я, Никита Кричко и Илюха Бутаков. Вот, достаточно тяжелая была программа. Там примерно на пять часов, учитывая всю работу со зрителями, учитывая, сколько ты в воздухе. Ну, было тяжело, спинка все еще болит. Так что, ну, выступили достойно. Разбили команды по парам, смешали, сделали такую коллаборацию случайным выбором, случайных чисел. И попались, то есть, параллельно кто-то с москвичами, ну, такими парами прыгали. Такой новый опыт, да, получили? Да, новый опыт, новый формат соревновательный. Потому что в следующем году прям масштабное планируется в Мурманске соревнование. Там будут прям все вообще спортсмены, по-моему, это фристайл собраны в одно место. Может сказать, полевчане уже зарекомендовали себя в этом относительно новым видом спорта? Да, полевской знают уже как бы все. Раньше полевские говорили, сейчас уже все нормально. Чего полевчанам ждать дома у себя на родной трассе? В скором времени что-то будет? Да, сейчас идет небольшая реконструкция трассы. Перенесли стартовую поляну, сделали зрительскую зону. Делаем сейчас полностью стартовую машинку новую. Ну, и в техническом состоянии поддерживаем трассу. Кстати, большая благодарность Северскому трубному заводу за предоставление металла, чтобы изготовить нам всю конструкцию. Ожидаются соревнования примерно в конце сентября. Как там рассчитываете выступить? Все-таки дома, наверное, стены помогают? Ну, дома, конечно, все планируют выиграть, потому что трасса привычная, все уже с закрытыми глазами можно ехать. Поэтому сейчас пока тренируемся, держим в форме и готовимся на Питер, на финал. Новую порцию спортивных новостей на нашем канале вы увидите ровно через неделю. А пока новости не только спортивные, вы всегда можете узнать на наших сайтах channel11.ru и polivskoi24.rf. На этом на сегодня все. Продолжайте заниматься спортом, где бы вы ни находились. Смотрите овертайм, подписывайтесь на 11 канал в YouTube и наших социальных сетях, чтобы не пропустить самое важное и интересное. А также подписывайтесь на главный, да что там главный, единственный спортивный YouTube-канал Поливского, держатель микрофона. С вами был Максим Исаенко. Пока.